всем привет друзья с вами снова я руслан гукаев и на канале путеводитель по осетии после небольшого перерыва я вновь вернулся мы сейчас опять начнем новый цикл выпусков это будут выпуски про водопады осетии мы посетим просто великолепные места очень красивые вот потому что я недавно сам узнал что оказывается в осетии очень много есть водопадов которые просто потрясающие они безумно красивые вот и каждый выпуск мы будем посвящать определенному какому-то водопаду сегодня мы с вами поедем в самый он такой самый доступный да то есть на него можно очень быстро доехать этот водопад он находится в селении кубань это кубаньское ущелье вот небольшой водопад такой лайтовый то есть в нем даже можно искупаться невысоким сейчас мы поедем вы его посмотрите вам расскажем как туда доехать вот надо выехать значит со стороны владикавказа выезжаем едем в селение гизель и по центру села будет сейчас поворот в сторону кубани вот туда завернем поедем на водопад так друзья видите вот здесь поворот вот указан поворот на кубань поворачиваем в ту сторону конечно многие знают как туда ехать но это информация для тех кто не знает потому что я уверен таких очень много да и принципе для туристов вот для гостей республики это все нужно показывать как туда ехать повернули значит на кубань вот едем по главной дороге никуда не сворачиваем и 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 Итак, друзья, мы доехали на край села Кобань. Я вам расскажу, как можно не проехать это место. Ну, во-первых, как вы видите, здесь очень много машин. Сегодня выходной день, и поэтому машин очень много, вот именно на этом пятачке. Это первый ориентир, по которому вы можете ориентироваться. А второе, это вот башня. Ее, в принципе, видно сдалека. Это башня, фамильная башня Акануковых. В этом доме жил, кстати, очень такой мужик здоровый. Это остинский борец Бола Акануков, как его еще называли, Казбек-гора. Высотой он был 2 метра 28 сантиметров. То есть этот человек даже боролся с поддубным. Вот, такой вот был мужик очень сильный. И он жил вот в том доме. Итак, ребята, от дороги нам нужно уйти туда, вглубь. По такому небольшому ущелью. Мы сейчас пойдем. Вот. И будем смотреть водопад. Очень красивое место, такое интересное. Мы сюда есть. Мы ездили несколько раз. Когда было чуть похолоднее, конечно, это было место намного угромнее как-то выглядело. А сейчас уже все в цветах, все цветет. И уже намного все интереснее. Здесь, в принципе, вы не пропустите водопад, потому что идет тропинка. Вам нужно просто идти по натоптанной этой тропинке. И вы в любом случае придете к этому водопаду. Ну и сама природа, конечно, очень красивая, интересная. Такие вот структура, какая-то скала очень удивительная. Конечно, нужно быть аккуратным, когда будете спускаться здесь. Потому что можно себе что-нибудь вывихнуть невзначай. Здесь проходим по камням. До него недолго идти. Может быть минуты три, наверное, четыре от дороги. Так что это недалеко. О, какое интересное дерево. Слушайте, здесь как в джунглях где-то, в Латинской Америке. Так как-то удивительно. И даже, хоть я здесь был много раз, ощущение, как будто ты уже не в Северной Осетии. Я не знаю, где вот эти скалы какие-то, нависающие над тобой. Это очень круто. О, здесь уже ребята купаются некоторые. Хотя я воду трогал, но конфетка ледяная просто. Здесь вот даже есть какой-то бассейн небольшой, в котором можно даже здесь купаться уже. Здесь у нас такой каскад небольших, маленьких водопадов. Жить надо быть осторожнее, чтобы не упасть в воду. И так, друзья, нам осталось совсем чуть-чуть. Вот, водопад уже буквально здесь, за поворотом. Вот. Ну, тут уже совсем, посмотрите, скалы наверху. Они просто нависают уже над нами. Вот я не понимаю, вот эти просто единственные вот скальные вот эти рисунки. Зачем это надо делать, непонятно. И так. О, здесь даже что-то сверху капает. Главное, чтобы камни у нас не летели оттуда. Весь под доском. Опа! Мы уже слышим шум водопада. Ну, и вот он! Вау! Огромные капельки на меня сверху капают. Друзья, вот мы и на месте. Мы добрались до водопада. Здесь он идет тоже таким каскадом. Этот, оттуда сверху еще один. Конечно, если было чуть-чуть потеплее, мы бы смогли даже здесь искупаться. Вот. Но сейчас вода очень холодная. Просто потрясающее место. Туда же, скорее всего, можно сверху нырять, потому что там глубина, ну, довольно-таки большая. Вау! Так, значит, по дороге обратно мы обнаружили пещеру, смотрите, пещера, заросшая листьями, но, конечно, мы не настолько отважны, чтобы туда лезть, но, я думаю, из тех людей, которые будут смотреть наше видео, кто-нибудь залезет в крапиву, и вот вам в комментариях нам напишет, что там было в этой пещере. В общем, мы спустились с водопада, здесь еще интересно, вот здесь вообще вот в селении Кубань очень много, что можно посмотреть, во-первых, здесь природа просто потрясающая, есть старые всякие строения интересные, и сейчас мы сходим, здесь есть сторожевые башни разрушенные, мы сходим туда, посмотрим эти сторожевые башни. Кстати, я вот не знаю, как называется этот водопад, на который мы только что ходили, я пытался в интернете узнать его название, и не нашел, да я вообще про него ничего не нашел, про этот водопад. Ребят, давайте придумаем название водопаду. Объявляю конкурс на звание лучшего называльщика, так что придумывайте название, скидывайте в комментарии, а может узнать, что у него уже есть название какое-то, напишите его название, как он называется. Вот, эти башни старые находятся здесь совершенно рядом, то есть мы вот тут вот выходили к водопаду, надо пройти метров 50, и залезть по горке наверх. Мы там увидим сторожевые башни. Так, вот мы дошли до нужного места, башня, она в принципе видна, видите, на углу скалы, и наверху вот ее, за деревом там, она такая обрушенная, естественно, так не подняться вверх. А мы сейчас обойдем и посмотрим. То есть мы залезем вот так по горке и вокруг, и придем к этой башне. Так, вот мы на месте, мы возле этих сторожевых башен, вот, ну я не знаю, они очень старые, им, наверное, лет по 300, может быть, 400, вот. Наверное, от дороги мы пробирались сюда минут 5 по крапиве, и вот мы на месте. Поднимайтесь наверх, давайте посмотрим, что здесь. Здесь такое маленькое окошко, я не знаю, смотри, какое малюсенькое. Что в него? Здесь только пистолет ставить и пострелять так. Пиу-пиу! А вот сверху, наверное, для обзора. Ну, конечно, это нижняя часть осталась. Здесь нижняя часть только сохранилась этой башни. Она явно была намного выше. И с той стороны тоже видны, вон, сооружения. Такие же сторожевые. Прямо на скале строили. Вот. И там, и чуть дальше видно тоже. Очень крутое место. То есть, приезжая сюда, в Кубань, даже вы можете залезть наверх. Мы не стали вам показывать все места. То есть, мы могли, конечно, залезть и наверх, и оттуда вам показать. Но мы это все оставили для вас, чтобы вы сами гуляли, лазили везде. Вот. И смотрели. Так что вот так. Друзья, кто не подписался, подписываемся обязательно. Ставим лайки. И оставайтесь с нами. Следите за нашими новыми выпусками. Вот. Это будут выпуски про водопады. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»